Здравствуйте! В студии общественного гражданского радио на Доргомышевском 68 я гениальный писатель Петерим Казначейский. Добрый вечер! Сегодня поговорим о консенсуальных проблемах аксиологии. У меня в гостях мороженщик Савелий Ептимьянов и нигилист Полилук Прокофьев. Ха! Можно подумать, у нас еще остались нигилисты. Можно подумать, вам кто-то давал слово. Что за хамство? У меня на передаче... У меня на передаче говорим все строго и очень четко по очереди. Давайте с вас тогда и начнем, раз вы такой, оказываетесь, безудержный. Я только скажу, что наш телефон 8961-11222211. Мы ждем ваши звоночки. Звоночки ждем. Савелий. Да. Вы, значит, мороженщик. Да, это так. И у вас есть фургончик, играющий детские песенки. Вы меня, наверное, не так поняли. Мороженщик – это как бы название нашего учения. Мы практикуем культ Мороза. Культ Ден-Мороза? Нет. Просто Мороза, Холода, криогенных технологий. Собираемся на собраниях. Ой, Мороз, Мороз поем. В прорубях купаемся. Ну, в общем, если так покороче, то, увы, моржи. Не совсем. Мы... Ну, мне вот так вас послушал, показалось. Когда кажется, креститься надо. Лучше по нашему обряду. Без ваших спляшен. Поговорька предоставлена фондом Вилли Толисом. Общественная гражданская радио. Палилук, теперь к вам. Вы что, задремали? Палилук? Эм. Позвольте по... П... 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 Позвольте полюбопытствовать. Палилук – это что, ваше настоящее имя? Вот прямо в паспорте, да? Нет. Это псевдоним. Какой-то дурацкий уж у себя псевдоним взяли, извините. А вас-то, конечно, не дурацкий. Петерим Казначейский. Это просто шедевральный псевдоним. Ну, ой, тише, тише. Чего вы кричите так на весь эфир общественного гражданского радио на всю студию на Дорогомышевых 68? Да разве что я кричу? Ну, вы сами подумайте, кто будет покупать мои книги, если все узнают, что меня зовут Стас. А так вот вы чернопите, Рим, Казначейский. Да хоть горшком назовитесь. Мне вот все равно абсолютно. Да ну чего горшком-то? Я что, на панк-рокера похож? А мертвых или хорошо, или ничего? Да чего вы, вообще, вообще не об этом уже речь. Наша сегодняшняя тема, аксиологические проблемы Конституции, телефончик наш 8261-1122-2111. А полилук, а вы, значит, нигилист, вот циник, вот это вот все. А вы одно с другим не смешивайте. Я, может, и нигилист, но уж точно не циник. Это все от лукавого. Так, не перебивайте, вы не перебивайте. Вы слышали, чтобы я кого-нибудь перебивал. Так, а вы, вы поясняйте, поясняйте свою позицию. Ну, гражданское радио уже все-таки у нас. Звоночков что-то нет. Вы скучно говорите, наверное, раз не звонит никто сегодня. Так я и объясняю. Нигилист это как бы ничто... Нич... Тожество. Послушайте, если вы еще раз перебьете, я вас удалю на две минуты в наш специальный фирменный обезьянник общественного гражданского радио в студии Иргамушеского 68. А, у вас и такое есть? Да, у нас и музей тут и катакомбы. А что у вас в музее хранится? Можно знать? Ну, там мои старые парики от ремней пряжки. Я, наверное, схожу на экскурсию. Ну, да, сходите, я вас сам проведу, потому что сотрудников на общественном гражданском радио практически кот наплакал. А почему не звонит никто на наш телефон 8261-1122-2211? Впрочем, ладно, а что вот это вы полулик? Полилук. Какая разница? Что это вы, уважаемые, все тоже никак тему не раскроете. Наша же тема сегодняшняя звучит как «Конституциональная проблема акцизов». Вы же не просто с улицы пришли. Объясните вашу самоидеологию. Ну, нигилизм – это от слова ничто, ничего. А цинизм – это уже определенная позиция. Я же нахожусь вне всяких позиций. Меня не устраивает ни одна из них. Потому что все, что я нахожу в цинизме, я не встречаю в нигилизме. От этого ничто тошно. Короче, вы такой максималист. Один против всех, Дон Кихот и вот все это прочее. Нет. Вы что, меня не слушали? Какой еще Дон Кихот? Дон Кихот – романтик. А я? Да, вы знаете, откровенно говоря, да, я вас не слушал. Я тут судоку решил. Вы любите судоку? Я? Я люблю судоку. Так, знаете что? Я вас предупреждал? Я вас предупреждал. Ну все же. Я вас удаляю на две минуты. Кто же это отчитает? Я ее отчитаю. Погодите, у меня на телефоне секундомера нет. Сейчас я приложение скачаю тогда. Так ведь уже больше двух минут пройдет тогда. Ну и в самом деле. Но еще идите тогда спокойнее. Что вы в самом деле ерзаете, как голубицы на насесте? Общественное гражданское радио. Ну, куда меня позвали? У вас тут балаган, а не передача. Вы тратите мое время. А время для меня очень ценный фактор. Я стращу его на разгадку теории абсурда в нигилизме. Одно расстройство. Зря пришел на вашу передачу. Ну, мне как-то знаете на ваши проблемы. Почему никто не звонит? А, я забыв учить телефон. Плохо, вот как без редактора. Мы его в отпуск пока не оплачиваем и отправили. Кризис, сами понимаете. Наверное. Ну, тогда самое время разыграть наши призы. Сегодня на общественном гражданском радио у нас призы следующие. За лучший вопрос сегодня приз ополаскиватель для рта свежесминтола 12 мл. Дарим мы этот приз? А, вопросов же не было. Савелий, задайте какой-нибудь вопрос. Верите ли вы в гиперборею? Да экстазов. Да экстазов число. Ладно, теперь вы, поликарп, больше вопрос задавайте. Полилок. Я в курсе. Я это специально говорю, чтобы ваш псевдоним идиотский повысмеял. Тогда у меня вопрос такой. Когда этого некомпетентного, исписавшегося, уберут из эфира общественные радиостанции. Еще не скоро. Ладно, вопросы какие-то глупые были сегодня у наших гостей. Поэтому давайте приз на троих разделим. Я себе сначала пшикну. Вам давайте, Савелий, пшикну. С удовольствием. И вам, Полинксец, тоже брызнем давайте. Вечно мне на донышке оставляем. Ну и вот, вы, дорогие слушатели, значит, слушали общественные гражданские радио. С вами был я, гениальный писатель Петеринка и Значейский. Отложимся с вами через полтора часа в другой передаче. У меня в гостях были сегодня вот такие замечательные люди, чтобы всех котов задавил. Обсуждали мы сегодня канонизацию из местных учреждений. Пишите к нам почтой России в студию Дорогомышевского 68. Всего вам доброго. До свидания.